Всем привет! Знакомьтесь, перед вами самая доступная модель на чипсете Z270 от MSI с поддержкой технологии SLI и Crossfire X. Что любопытно, материнская плата MSI Z270 SLI Plus не относится к фирменным игровым линейкам. Она вошла в серию MSI Pro, отведенную под качественные и сбалансированные модели, не в первую очередь предназначенные для геймеров либо оверклокеров. Давайте же взглянем, что получит покупатель данной новинки за ориентировочно 185 долларов. Материнская плата поставляется в стильной коробке с хорошим информационным наполнением. Внутри её мы обнаружили привычный набор аксессуаров, в которые даже дополнительно вошли маркировочные наклейки для кабелей SATA. В основе новинки лежит печатная плата формата ATX. Она с легкостью вместила достаточно большое количество наборных элементов, позволив расположить их на оптимальных местах. Сдержанный облик материнская плата соблюдает только до подачи питания, после чего пользователь сможет насладиться LED-подсветкой MSI Mystic Light. Управление несколькими режимами её работы осуществляется в комплектной утилите. Иллюминация может пульсировать в такт музыке, а также цветом отображать температуру процессора. К сожалению, настроить подсветку для каждой зоны отдельно нельзя. А цвет свечения можно выбрать только для подключённой светодиодной ленты. На обратной стороне печатной платы можно отметить опорную пластину процессорного разъёма и применение надёжных крепёжных винтов на всех трёх радиаторах. В нижней части платы расположены следующие элементы. Колодка подключения аудиоразъёмов, порты COM, LPT и TPM, две колодки подключения передней панели, разъём подключения системного вентилятора, а также две колодки для подключения интерфейсов USB 2.0. Дополнительно отметим наличие на плате двух колодок для подключения выносных панелей с портами USB 3.1 Gen1. Возможности дисковой подсистемы представлены двумя интерфейсами Turbo M.2 и шестью портами SATA 3.0. Впрочем, имеются некоторые ограничения на их использование. Два порта SATA будут недоступны при установке SATA M.2 накопителя. Также пара разъёмов SATA будет недоступна при установленном PCIe M.2 накопителе во второй слот M.2. Системная плата оснащена четырьмя усиленными DIM слотами для установки модулей памяти стандарта DDR4, которые могут работать в двухканальном режиме. Поддерживается гарантированная работа в планах с частотой до 3800 МГц, а максимальный объём ОЗУ может достигать 64 ГБ. Система охлаждения рассматриваемой платы состоит из трёх основных алюминиевых радиаторов. В процессе тестирования были зафиксированы хорошие температурные показатели, которые указывают на эффективность данных элементов. В скобках указаны температуры при разгоне центрального процессора. Питание CPU осуществляется по усиленной десятифазной схеме для вычислительных ядер и дополнительных узлов. Элементная база набрана из высококачественных комплектующих, в частности твердотельных конденсаторов Dark Cap и дросселей Dark Choke. Для расширения функциональности платы у пользователя есть в распоряжении шесть слотов. Организация графической подсистемы возложена на три слота PCI Express X16. Два из них подключены к процессору и делят между собой 16 линий, тогда как третий использует только четыре чипсетные линии. В зависимости от количества установленных видеокарт, вы получите одну из трех схем. Отдельно отметим, что два из трех слотов PCI Express X16 имеют усиленную конструкцию, которая позволит без проблем выдерживать вес габаритных трехслотовых видеокарт. Увы, при монтаже пары таких графических адаптеров вы лишитесь доступа к другим слотам расширения. Для поддержки сетевых соединений служит гигабитный LAN-контроллер от Intel, а с помощью утилиты MSI Network Genie пользователь сможет установить приоритеты на доступ к сетевым ресурсам. Но что касается звуковой подсистемы, то она представляет собой интересную конструкцию под названием Audio Boost 4. Она основана на флагманском 7.1-канальном HD-кодеке от Realtek, который благодаря применению усилителя поддерживает работу наушников с импедансом до 600 Ом. Также используются высококачественные аудиоконденсаторы Nippon Chemicon и технология экранирования для защиты от электромагнитных помех. Интерфейсная панель платы имеет отличную компоновку, включающую в себя большое количество портов USB 3.1, два видеовыхода и возможность удобного подключения многоканальной акустики. Кстати, корректная работа двух портов USB 3.1 Gen 2 обеспечена силами микросхемы от AS Media, которая гарантирует общую пропускную способность 16 Гбит в секунду или по 8 Гбит в секунду на каждый интерфейс. Также здесь имеются широкие возможности для организации охлаждения внутри системника, представленные шестью четырёхконтактными разъёмами для подключения вентиляторов. Один из них служит для отвода тепла центрального процессора, один – для подключения водоблока СВО, а ещё четыре используются для системных вертушек. В тестируемой модели используется фирменный предзагрузчик Click BIOS 5, основанный на интерфейсе UEFI. Внесение ряда настроек обеспечило корректную работу процессора Intel Core i5-7600K при частоте 5 ГГц. В тесте LIN-X 065 наблюдался перегрев, поэтому при выполнении AVX инструкций требуется снижение частоты. В автоматическом режиме разгона частота CPU составила 4,4 ГГц при напряжении 1,32 В. И лишь изредка она повышалась до 4,5 ГГц. При этом тест на стабильность в AIDA64 проходился без проблем. Тестовые модули оперативной памяти DDR4-3600 заработали на скорости 3468 МГц. Добиться более высоких результатов не помогло даже повышение таймингов и напряжения до 1,4 В. Игровым линейкам Хотя MSI Z270 SLI Plus номинально не относится к игровым линейкам, но именно для игроманов она представляет наибольший интерес. Данная новинка отлично подойдет для сборки игровой системы или рабочей станции с парой видеокарт AMD или Nvidia, являясь одной из самых доступных моделей с подобной функциональностью. Помимо всего прочего, ориентировочно за 185 долларов вы получите качественную элементную базу, приятный дизайн, продуманную звуковую подсистему с флагманским аудиокодеком LED-подсветку, хорошие возможности по разгону, усиленную конструкцию слотов расширения и ряд других интересных фирменных доработок. Что же касается особенностей, то ввиду недостатка свободных чипсетных линий присутствует ряд ограничений по одновременному использованию некоторых интерфейсов дисковой подсистемы. В итоге, если вы планируете установить в свою систему пару видеокарт, то данная модель будет удачным выбором. Однако, если вы являетесь обладателем только одного графического ускорителя, то можно обратить внимание и на более доступные решения, коих в арсенале компании MSI предостаточно. Палец вверх и подписка станут хорошим стимулом для появления других интересных видео на канале Geyset.com. До новых обзоров!